Добрый вечер! Это суть недели. Так получилось, что в нашу бурную современную действительность неожиданно ворвалась историческая тема 75-летней давности. На минувшей неделе исполнилось 75 лет освобождения Варшавы советскими войсками. Несмотря на то, что, казалось бы, тема достаточно далекая от нас, президент Путин в одном из своих недавних выступлений на коллегии Министерства обороны России затронул тему участия Польши в начале Второй мировой войны. Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это, как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши, так называемый еврейский вопрос. Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послов Польши в Германии прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938 год выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание, на уничтожение. На что посол в Польше ему ответил. А потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Пеку. Когда я это услышал, сказал он, перепишет, я ему ответил, фюреру он ответил, Гитлеру. Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях. И более того, за издевательство над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве. Я попросил Михаила Валерьевича Черепанова прийти и поговорить сегодня на эту важную для нас тему. Во-первых, потому что тема Великой Отечественной войны, она одна из важнейших в жизни каждого из нас. Во-вторых, потому что это события 75-летней давности неожиданно ворвались в сферу международных отношений сегодняшнего дня. Ну и в-третьих, потому что мы с Михаилом Валерьевичем еще 5 лет тому назад договорились о том, что никуда мы от темы Великой Отечественной войны не уйдем. Сегодня в студии Михаил Черепанов. Тема Варшавского восстания вообще одна из больных тем в польско-российских отношениях. А тут еще к этому делу привязался посол Юзеф Липский со своей, мягко скажем, неудачной формулой. Скажите, вот насколько вообще вся вот эта история Варшавского восстания, вот 75 лет мы отмечаем, славная дата, насколько она сегодня подлинно, достоверно отражена в российской, по крайней мере, историографии? Когда мы освободили свою территорию в августе 44-го, и в общем-то у нас был выбор либо остановиться на своей границе и начинать как бы отстраивать свое хозяйство. Слава Богу, у нас, так сказать, еще были какие-то там возможности построить нормальную жизнь в разрушенной стране. Но мы все-таки пошли дальше. Мы тогда вынуждены были пойти до Берлина. И вот это сейчас ставится под сомнение не только поляками. В войне сегодня в 45-м? В 45-м, конечно. Ну, это логично было? В конце 44-го, 45-го. Логично было завершить войну в логове зверя? А, так вот об этом и речь, что объясняют очень многие сегодняшние европейские политики, это тем, что Сталин просто хотел построить там социалистический лагерь. Ну, в том числе. Которого сегодня просто нет. В том числе. То есть, получается, что наша победа в 45-м году сегодня не имеет никакого смысла, потому что социалистического лагеря в Европе нет. Ну да. Я бы поспорил слегка с этой точки зрения. Это другой разговор. Я просто сейчас объясняю ситуацию в Европе, почему сейчас разговоры идут о том, что Сталин не захотел поддержать Варшавское восстание. Да, вот давайте ближе к Варшавскому восстанию. Да. То есть, я напомню на всякий случай, что, конечно же, Варшавское восстание произошло именно в тот момент, когда мы уже подходили к Польше. Мы уже стояли на территории Польши. Да. И, конечно же, само собой, казалось бы, формально мы должны были сходу войти в Варшаву. Тем более, что командовал в то время нашей группировкой тот самый Рокоссовский уроженец. Коренной поляк. Конечно. Он уроженец Варшава. И, конечно же, кому, как не Рокоссовскому, на белом коне войти, так сказать, в родной город. Было бы красиво. Конечно. Было бы очень здорово. Но. Вот тут как раз начинается два но. Одно дело, что, ну, это опять же были бы дополнительные потери, потому что растянуты были очень сильно все наши тылы. Тылы. И даже если бы они в эту самую Варшаву вошли, это бы окружение неизбежное совершенно. Я напоминаю, на севере Восточная Пруссия. Там как раз немецкая группа Великая Германия. И, конечно же, отрезать эти наши передовые части для немцев не представляло никаких сложностей. Вот здесь, Михаил Владимирович, я хочу, чтобы наши зрители понимали, о чем мы говорим. Дело в том, что на самом-то деле Польша – одна из немногих европейских стран, которая оказала самое серьезное сопротивление немцам. Самое мощное сопротивление внутри Польши, партизанское движение, было, конечно, в Польше и во Франции. Конечно. Более того, в Лондоне существовало эмигрантское польское правительство, которое сначала возглавлял знаменитый Сикорский, который погиб чрезвычайно при загадочных обстоятельствах. Самолет его упал в районе Гибралтара. И там очень многие польские историки до сих пор высказывают предположение, что не без помощи англичан. А впоследствии, и это польское правительство в изгнании, в эмиграции, оно-то и назначило дату Варшавского восстания и призвало свои вооруженные подразделения на территории Польши, так называемую армию Краеву, активно в этом восстании поучаствовать. И вот здесь возник момент, потому что Польшу мы делили между нами и западными союзниками еще в тот момент, когда она была оккупирована гитлеровцами. На территории Польши действовала армия Краева лондонская и армия Людова московская, условно говоря, то есть та, которая снабжалась коммунистической. И плюс была еще третья армия, так называемые батальоны Хлопска. То есть крестьянские батальоны, которые тоже были наши. И в тот момент, когда лондонское правительство дало команду восстанию в Варшаве начаться, наше правительство, наши штабы дали команду нашим подразделениям, то есть батальонам Хлопским и армией Людовой, ну и была еще гвардия Людова, не вмешиваться. И вот здесь началась настоящая трагедия для польского народа, потому что коммунисты, не коммунисты, они были все поляки. И армия Людова и батальоны Хлопские отказались выполнять приказ Москвы не вмешиваться и пошли на явную смерть. Они сказали, мы поляки и мы не можем, как мы будем смотреть в глаза своим детям. Значит, Варшавское восстание началось. Цель Варшавского восстания какова? Как вы считаете, была? Ну, естественно, конечно, задача была прежде всего, ну, как бы до прихода советских войск, уже показать, кто хозяин в Варшаве. Хозяином в Варшаве должно было быть, конечно, английское, ну, польское правительство в Лондоне. И, конечно же, само собой, для этого у них были возможности, скажем так. В подполье было ведь не только какой-то там, ну, скажем так, интеллигенция там, какой-то там суд, какое-то там образование. У них была действительно подпольная армия, это факт. Было оружие, были, в общем-то, трепассы. Ну, англичане снабжали мощное. Было. Единственное, что они, конечно, надеялись на доставку всего этого по воздушному мосту, а Сталин запретил даже англичанам и американцам снабжать через нашу территорию это восстание. Хотя, в общем-то, в рассекреченных недавно документах мы тут пишем, что мы даже помогали Варшавскому восстанию и перебросили туда целых 80 противотанковых ружей и 390 гранат самолетов. Вот. То есть, по сути дела, в общем-то, хотя Сталин сам намекал сначала политическим, польским политикам, что пора бы вам там шевелиться, это он там своего рода спровоцировал это восстание. Но, когда оно началось, оно началось вот именно, ну, скажем так, без согласования с советским правительством, конкретно со Сталином, но он понял, что... Как раз напротив, это было в пику советскому правительству. Об этом и речь. И он понял, что, в принципе, даже если победит сейчас вот конкретно в этой отдельно взятой Варшаве вот это правительство, Варшава не будет советской. Вот что его прежде всего... Давайте я немножко упрощу для зрителей, огрублю эту историю. Значит, я так понимаю, как я это понимаю, я этим занимаюсь давно, изучением этих вопросов. Польское правительство в изгнании под руководством господина Миколаевича, оно планировало, в общем, такую историю. Сердце Сталина дрогнет, увидев гибнувших поляков на территории Варшавы, он даст приказ двинуться вперед. И в тот момент, когда советские войска войдут в Варшаву, их будут встречать члены лондонского правительства во главе с господином Миколаевичиком. И им скажут, спасибо, дорогие русские друзья, мы тут уже справились, у нас все хорошо, до свидания. Понятно, замысел был неплохой. Но недооценили они немножко... Ну, то есть, ситуацию Австрии хотели там восстановить. Нейтральное государство. Вы знаете, вот я, к сожалению, моему глубокому сожалению, очень сильно испортил отношения со своими польскими друзьями, с кем постоянно переписываюсь, там созваниваемся и так далее. Они вообще просто не могут понять мои позиции, а я им объясняю, что вы, ребята, абсолютно не правы. Посмотрите, вот это давняя история еще, когда поляки обвиняли нас в том, что мы вторглись в Польшу, но мы ее не освободили. Мы ее поработили, поскольку поставили там вот эти социалистические рогатки, и Польша стала социалистической страной, чего население страны в большинстве своем не хотело. Я могу согласиться с поляками в этом плане. Наверное, большинство поляков не жаждало попасть в социалистическую страну. Но я всегда возражаю на эту тему вот одной короткой фразой. Да, советский солдат, героически прошедший всю эту огромную дистанцию Великой Отечественной войны, он сам был не свободен. Он сам жил в режиме тоталитарного сталинизма. И освободить кого-то он был не в силах. Да, Советский Союз в высоком смысле слова Польшу не освободил. Но он спас Польшу от тотального уничтожения. Вот то, о чем вы говорили, об этой карте. То есть, если бы советская армия не вошла в Польшу и не вышвырнула оттуда гитлеровцев, я думаю, сегодня даже не знаю, какая бы страна там была. Наверное, Германия. То есть, разговор идет о том, что, конечно, когда мы говорим вот об этой конкретно тактике, брать город, не брать город, рядом город Радом, которым никакого восстания не было, никакой политики не было, мы его освободили только 18 января, если уж на то пошло. Ну, а кто нам мешал освободить Радом? Он рядом. Ну, Радом маленький городишко. Ну, там промышленность не меньше, ну, дело не в этом. Радом маленький городишко провинциальный, и там, конечно, больших сил немцев не было. Это понятно. Я и говорю, что если уж говорить о каких-то там политических и стратегических всевозможных других задачах, то можно было, в принципе, начать и на юге наступать. Но разговор-то шел о том, что главная-то задача была все-таки захватить вот это вот. Мне так кажется. Я сейчас, я не настаиваю. Да, давайте будем так. Корректная формулировка. Поехали дальше. Сейчас мне главное напомнить о вкладе непосредственно нашей республики, нашего Татарстана, в освобождение конкретной Польши и вот этого города Варшавы. Михаил Олегович, сейчас мы с вами, извините, прервемся буквально на две минуты, после чего вот перейдем к роли нашей республики в победе в Великой Отечественной войне. Михаил Олегович, слово вам. Какой же вклад внесла республика Татарстан в победу на территории Польши? Я напомню, что весь Советский Союз вынужден был положить на этот вот, так сказать, пожертвовать за освобождение именно Польши более 300 тысяч своих сыновей и дочерей. Ну, говорят, что 600 тысяч. Да, и гораздо больше. Ну, я имею в виду официальные, так сказать, цифры. У нас, насколько я вот смог посчитать, более 8 тысяч наших земляков погибли только в боях, не считая 3 тысяч умерших в плену. А в плену еще? 3 тысячи еще плюс в плену в лагерях. То есть мы тоже, в общем-то, наша республика внесла свой вклад и огромный, можно сказать, в освобождение не только, значит, вот конкретно и Польши. Кстати, в Варшаве погибло около 50 татарстанцев при освобождении самой Варшавы. И вот я посмотрел, именно 17 января 1945 года на территории всей Польши погибло более 60 наших земляков. И в том числе при освобождении Польши погибло 9 героев Советского Союза, уроженцев нашей республики. Я просто хотел бы их напомнить, на всякий случай. Значит, первым погиб 21 июля 1944 года, как раз на границе, еще на подходе к Варшаве, Шарипов-Нурми из Тукаевского района, деревня Казаклар. Дальше, значит, следующим был 23 июня Афанасьев Александр Петрович из Верхнеуслонского района. Повторил подвиг Матросова Липатов Николай Дмитриевич, Высокогорский район. Он закрыл своим телом пулемет-амбразуру в городе Радзимине. Это было 13 августа 1944 года. Там же, в Польше, погиб Тапиков Самуил Михайлович, Мензелинский район, город Эмблонг. Эльблонг. Да. Хабибуллин Заки Хабибуллович, подполковник, командир полка. Погиб 1 мая 1945 года в городе Старгард-Щицинский. Хайрулин Хабибулла Набиуллович, Алексеевский район, артиллерист, командир орудия. Погиб в городе Вроцлаве. Чирков Михаил Алексеевич, Камско-Устинский район, телефонист. Погиб 3 февраля 1945 года, Легницкое воеводство. Шарипов Нурми Халяфович, Яковлев Евстафий Григорьевич из Лейногорского района погиб в городе Костшин. То есть, вот даже по героям, если судить. Ну, а что? Мы часть России, часть Советского Союза. Естественно, мы свои жертвы понесли. Давайте подводить итог нашему разговору. Я бы хотел вот о чем буквально два слова сказать. Вы посмотрите. Обвинить польский народ, поляков, в том, что они не сражались против Гитлера, нельзя. Нет. Мощнейшее сопротивление, масса жертв. С 39-го года. Есть такой даже факт, исторически я узнал из первых рук, когда немцы вошли в западные области Польши, которые они считали своими, вот Силезия, Шлёнск и так далее, они начали распространять там так называемые листы фольксдойча. То есть, практически каждый поляк, который считал, что у него есть немецкие корни, мог подписать этот лист фольксдойча, стать немцем, ну, скажем, второго сорта, но все же. Служить в вермахте поля. Служить в вермахте, а не многих офицеров, солдаты, получать какие-то деньги и так далее. Надо сказать справедливости ради, что да, кто-то пошел на сотрудничество с немцами, но их было очень мало. Большинство поляков бегали по лесам, только чтобы не подписать этот лист фольксдойча, потому что их заставляли это сделать. Я вот о чем хочу сказать в заключении нашего разговора. Посмотрите, как мастерски, подло использовали патриотизм поляков обе сражающиеся стороны. Немцы, Лондон, Москва. Я вам еще скажу одну вещь. До сих пор в польском обществе и в историческом сообществе идет жесткая дискуссия по поводу участи так называемых проклятых солдат АК. Об этом тоже есть. Есть об этом у вас, да? В секретных документах. Это вот жил неживы кленчи, так называемые, которые действовали, ну, я не могу сказать, как бандиты. Хуже гестаповцев. Это люди, которые убивали мирное население. Они убивали поляков, они убивали евреев. За сотрудничество. За сотрудничество. Да ужас, что они творили. И вот теперь в современной Польше им как бы придают такой некий орел героизма, с одной стороны. С другой стороны, нормальные это люди говорят, вы что, это же бандиты, нельзя же их вообще как бы это безобразие. То есть, вот понимаете, они же действовали по приказу из Лондона. Они же действовали как патриоты. Они же считали, что... Ну, считали. На самом деле они нанесли огромный вред стране. Вот, и людей много убили и так далее. То есть, вот эта вся история, ну, мне лично в современной, в нашей жизни, в действительности, напоминает о том, что поосторожнее надо со словом патриотизм. Все-таки мы все патриоты, каждый любит свою страну, но воспользоваться этим можно очень и очень по-разному. И мне хотелось бы дополнить, что надо все-таки искать во всех этих фактах, во всех этих событиях возможность для объединения усилий по изучению истории. И вот для общих каких-то судеб у нас они вместе воевали, у нас они, войско польское, воевало плечо к плечу и освобождало наши города, советские, русские, белорусские, украинские. И, конечно же, свою родину освобождало. И они были не меньшие герои, чем наши, и герои Советского Союза в том числе. Я знаю, что и к пленным, к нашим поляки очень хорошо относились, они рассказывали об этом в городе Сувалки. И поэтому мне хотелось бы, чтобы у нас все-таки была возможность найти, наконец, общий язык с современными поляками и прекратить напоминать друг другу, кто кому что должен и кто кого когда обидел. То есть не напоминать ту самую бабушку, которая вспомнила дедушке, что он ее дернул за косичку в первом классе. Да, согласен с вами. Одним словом, вот, знаете, вроде бы тема, 75 лет назад все случилось, да, а современно, к сожалению, актуально, опять мы грыземся, вместо того, чтобы вместе выстраивать какие-то общие перспективы на дальнейшую жизнь наших стран. У нас был общий враг, причем очень страшный. Да. И другого выбора не было. Да. Нужно было только победить. Короче, надо чаще пересматривать «Четыре танкиста и собак». Точно. Вот там все хорошо было описано. Спасибо, Михаил Валерьевич. Я надеюсь, что мы с вами в преддверии 75-летия еще не раз увидимся и обсудим такие вот важные, серьезные проблемы и истории. Спасибо. События Великой Отечественной войны крепко держат нас своими цепкими лапами, я бы сказал. Потому что через жизнь каждого из нас прошли наши родители, деды, матери, бабушки, те, кто принимал участие в этой ужасной войне, и те, благодаря кому мы сегодня с вами живы. Я бы хотел еще вот о чем сказать два слова. Мне кажется, что вот в этой баталии между нами и поляками сегодня нам бы надо кое-что взять у поляков на вооружение. Дело в том, что в память о Варшавском восстании сегодня на территории современной Варшавы, от которой в свое время гитлеровцы не оставили вообще ни одного камня, на современных больших зданиях, отелях, музеев, красивых, Варшава красивый город, висят такие вот таблички, на которых написано «Это место освящено кровью поляков». Здесь какого-то числа, какого-то года расстреляно пять поляков. И там горят лампадки под этими надписями. И, что самое важное, под каждой такой табличкой каждый день лежат свежие цветы. Вот этой исторической памяти в хорошем смысле этого слова. Помнить своих героев, помнить жертв своего народа, которые были погублены звериным нацистским режимом. Вот этого нам бы тоже хотелось видеть каждый день в нашей жизни. А то мы вспоминаем героев только к юбилеям, к праздникам. И какими-то казенными словами пытаемся их поздравить. Это все на сегодня. Удачи нам всем. И до следующей субботы. Субтитры создавал DimaTorzok